Если раньше в совхозе процветала несанкционированная уличная торговля продуктами питания, то теперь ситуация изменилась. Главными нарушителями стали прокатчики велосипедов и самокатов. Свои точки они расположили не в местах, отведенных для этих целей муниципалитетом, а там, где им хочется – на тротуаре рядом с перекрестками. По мнению полиции, это создает угрозу безопасности пешеходов. Но главное, многие прокатчики вообще не имели разрешения на этот вид деятельности. По словам проверяющих, пользоваться их услугами опасно, ведь если человек получит травму из-за неисправности техники, требовать возмещения ущерба будет бесполезно. Чтобы поставить точку в незаконной торговле и прокате, разработаны схемы, само собой они легальные и законные, чтобы наказывать максимально за нарушение норм торговли и предоставление услуг. В частности, в данном случае весь инвентарь будет арестован до вынесения решения суда. Понимаете, что в этом случае коммерсант потеряет значительно больше, чем если бы он сделал все легально. Оборот этого теневого бизнеса во время курортного сезона, по данным администрации города, составляет сотни миллионов рублей. Налоги с нелегальных доходов ловкие предприниматели, естественно, не платят, а городская казна теряет крупные суммы. Поэтому рейды теперь будут проводить ежедневно во всех частях курорта. Продолжение следует...